Подопечный шакро молодого Андрей Кочуйков, известный под прозвищем итальянец, жалуется на проблемы со здоровьем. Из-за головных болей его перевели из СИЗО «Матросская тишина» в Лефортово и сделали там МРТ. Результаты узнала общественная наблюдательная комиссия. Вот как чувствует себя итальянец, сейчас и узнаем у члена комиссии Елены Абдулаевой. Елена, здравствуйте. Ну расскажите, как общее самочувствие, что вам удалось узнать на этой встрече? Общее самочувствие Андрея Николаевича, ну достаточно хорошее. На самом деле МРТ ему еще не сделали, это только предстоит ему сделать. Но так чувствует он себя неплохо на сегодняшний момент. Но изменилось что-то после того, как его перевели в СИЗО Лефортово? Что-то в здоровье не изменилось. Сейчас он находится в карантинном отделении. На днях его переведут в обычную камеру. В общем, ждет, пока ему вернут его личные вещи, потому что эти личные вещи при переводе на какое-то время забирают для того, чтобы их прожарить, так называемые. И, в общем-то, так чувствует себя неплохо. Ну а что вот из этих личных вещей он больше всего хочет увидеть? Он наверняка же с вами поделился? Ну, больше всего из личных вещей он хочет увидеть свою религиозную литературу, потому что это человек верующий. Сейчас наступил пост, и ему бы очень хотелось получить литературу свою, которую он с собой привез. Елена, а он что-нибудь заказывал себе еще, принести ему в чем-то нуждается? Смотрите, для того, чтобы что-то заказать, ему надо, чтобы пришли деньги на его счет. В общем, деньги ему уже перевели, поэтому я думаю, что на днях он сможет себе заказать все, что ему захочется. Для этого всего надо время при переводе денег. Спасибо большое. Это была Елена, члена наблюдательной комиссии Елена Абдулаева. Вот сегодня она рассказывала нам о самочувствии Андрея Кочуйкова, подопечного Шакро Молодого. Его перевели в СИЗО Лефортово. СИЗО Лефортово.